Здравствуйте! Приветствуем всех, кто находится сейчас у экранов. Телевидение Электрогорска начинает свое вещание в студии Анны Вязгина. Итак, новая неделя, новые планы, свежие новости. Главная тема дня. В России началась Страстная Седмица. Православные верующие отметили Вербное Воскресенье. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Праздник танца в Доме культуры. На предприятии Кроношпан приступили к монтажу нового фильтра. Жительница Электрогорска отметила 90-летний юбилей. Глава города и председатель Совета депутатов проверили ход строительства новой школы. Жители Электрогорска приняли участие в общевластном весеннем субботнике. Коронавирусная инфекция. Самое время пройти вакцинацию. Прогноз погоды. Программа «Духовные беседы». С 26 апреля для православных христиан начинается Страстная неделя. На ней вспоминают о грядущих страданиях и смерти Иисуса. По традиции, неделя завершится празднованием Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая. Страстная Седмица – самая строгая неделя Великого Поста. А 25 апреля мы отмечали Вербное Воскресенье. В Храме всех святых в земле российской Просеявших прошло праздничное богослужение. Вход Господень в Иерусалим – один из двунадесятых праздников, связанных с земной жизнью Христа и Богородицы и наиболее важных в православии. Богослужения в этот день прошли в обычном режиме. Если я, Люси, и Господина Нашего, высоко Преосвященничеству, Павла Митрополе, как праздничество, и Калунинской Той, Господина Нашего, Преосвященничество Николая Епископа. Духовенство на службу облачается в одежды зеленого цвета. Верба в России символизирует ветки пальмы, которыми, согласно преданию, жители Иерусалима приветствовали Иисуса. В храме всех святых в земле российской Просеявших настоятель Претоиерей Александр Мельничук провел праздничное богослужение и осветил распустившиеся ветви. Вербу прихожане унесли домой и будут хранить ее весь год. Вербное воскресенье – предвестник Пасхи. Впереди – Страстная Седмица, самый строгий пост, который предваряет главный православный праздник – Воскресенье Христова. В этом году Пасха выпадает на 2 мая. А 1 мая в Иерусалиме в храме Гроба Господня все ждут Таинства Схождения Благодатного Огня. Сегодня все православные отмечают большой праздник – Верное воскресенье. Это, наверное, один из самых торжественных и ярких праздников, несмотря на то, что он выпадает на пост. Мы с вами увидели, что очень большое количество прихожан в церкви. И, конечно, в этот праздник хочется пожелать всем, наверное, доброты сердечной, ясности, ума и мира, и добра всеми. 29 апреля в Доме культуры состоится праздник танца. Танцевальные коллективы представят свои лучшие номера. Присоединяйтесь. Начало в 19 часов. Вход свободный. 26 апреля 1986 года произошел ядерный взрыв, уничтоживший Чернобыльскую атомную станцию, и произошел колоссальный выброс радиоактивных веществ. Катастрофа, случившаяся в маленьком городке Припять, считается самой крупной аварией в истории мирного атома. В этот день в память о тех, кто принимал участие в ликвидации аварии или просто оказался в зоне ее действия, проходят траурные мероприятия. 35 лет прошло с тех пор, как на Чернобыльской АЭС произошла самая страшная авария в истории ядерной эры. Негативные последствия катастрофы коснулись нашей страны. Операция по ликвидации последствий аварии, возможно, была величайшей в истории человечества. С весны 1986 года ликвидаторы страны спасали Отечество от ядерной катастрофы, приняв на себя смертельный удар радиации. В сквере Святого Константина у памятника погибшим ликвидаторам аварии состоялся памятный митинг. Почтить память погибших собрались глава города и его заместители, председатель Совета депутатов, настоятели Электрогорского храма, ликвидаторы аварии, родственники погибших, представители городского казачества, школьники и неравнодушные жители. Люди, которые принимали участие в данной аварии, сложили свои жизни за то, чтобы мы с вами жили, спокойно дышали свежим воздухом и радовались жизнью. В этой аварии принимали участие жители нашего города Электрогорск. Им отдельное спасибо и низкий поклон, но еще больше слова благодарности тем, кто сегодня с нами стоит здесь. Кто также принимал участие и своим примером может показать нам, молодежи, как нужно жить, как нужно реагировать на трагедии и как нужно жить для того, чтобы радоваться жизни. Спасибо вам всем, низкий поклон, а тем, кто погиб, личная память. Председатель Совета депутатов Роман Тикунов выразил слова благодарности председателю отделения Чернобыль, Электрогорской организации «Боевое братство», непосредственному ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС Ольге Бобиновой за память о чернобыльцах, которую она сумела сохранить в сердцах электрогорцев. В нашем городе сейчас порядка 60 человек в таких категориях проживает. Я хотел бы, наверное, прилюдно еще рассказать, всегда об этом говорю, слова благодарности Ольге Валентиновне, кавалеру Ордена Мужества, которая, не понаслышке, не знаю, много лет объединяет этих людей. Сама, на самом деле, я бы сказал, герой нашего времени, такие люди, как вы. Мы все знаем, все присутствующие знают, какую громадную работу вы проводите, да, это ежегодный конкурс рисунков и мероприятие с театральной студией «Дебют» и так далее. Ваш вклад в это дело очень большой. Прошло уже 35 лет, а было все будто вчера. Они знали, что идут на верную смерть, но выполняли задачи ради будущего детей и всего континента. 35 лет прошло со дня аварии. Более 650 тысяч человек участвовали в ликвидации посредствий аварии. Были среди них и жители нашего города. 26 апреля сейчас стал не просто днем чернобыльским, он стал днем катастроф. В нашем городе живут не только чернобыльцы, это и Семипалатинск, это и подразделения, люди подразделения особого риска, это и те, кто работал на химкомбинате «Маяк». Я вам всем желаю здоровья, чтобы никогда не повторились черные дни, а тем, кого рядом с нами нет, низкий поклон и память. Глава здесь очень хорошо сказал о том, что мы должны чему-то научить молодое поколение. Есть очень простое правило, ребята. Надо просто очень любить свою родину. И надо честно и нормально делать свою работу на своем месте. И тогда вот эту эстафету мужества и служения отчизне нести дальше. Настоятель храма всех святых в земле российской просеявших отец Александр Мельничук отслужил панихиду по всем пострадавшим в техногенных радиационных катастрофах. Минуты молчания присутствующие почтили память жертв радиационных аварий и катастроф и возложили венки к подножию мемориала. На предприятии Корнашпан приступили к долгожданному монтажу очистительного фильтра. Почему были перенесены сроки его установки и когда оборудование будет введено в эксплуатацию, рассказали представители фирмы. 20 февраля текущего года администрации города и руководством предприятия Корнашпан был утвержден и подписан окончательный вариант дорожной карты по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию фильтра сушильного отделения ДСП. В рамках исполнения поручения согласован и утвержден протокол, полный перечень и плановые сроки их выполнения. По словам технического директора предприятия Сергея Сарверова, Корнашпан уже приступил к монтажу оборудования. Следующий этап работ – пуск наладочной процессы. Ожидаемые сроки ввода фильтра в эксплуатацию – конец текущего года – ноябрь или декабрь. Оборудование, закупленное Корнашпаном, уникально. Электростатический мокрый фильтр помогает очистить воздух от пыли. Конструкция оборудования спроектирована таким образом, чтобы улавливать мельчайшие твердые частицы в насосе. Затем, после фильтрации из главного дымохода, в атмосферу будет выходить уже очищенный воздух. Это важный проект для Электрогорска, который позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Даже в сложные ковидные времена Корнашпан продолжает реализовывать крупные экопроекты и успешно внедряет новые технологии. Фильтр, который планируется ввести в эксплуатацию до конца года, собран из европейских комплектующих. Это уникальное оборудование, произведенное в соответствии с международными стандартами. Жизнь – великий дар, данный нам свыше. 90-летний юбилей отмечает замечательная женщина, ветеран труда Анна Михайловна Гришина. У каждого из нас есть истинный возраст, не меняющийся с годами. Главное – понимать это и обладать оптимизмом. 26 апреля исполнилось 90 лет жительнице Электрогорска Гришиной Анне Михайловне. В этот день с такой знаменательной датой ее поздравили глава города, его заместитель Людмила Шапар и заместитель начальника окружного управления Владимир Кондрашкин. Разрешите от себя лично, от администрации поздравить вас с юбилеем, пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, удачи. Ситуация у нас сейчас не очень хорошая, да, с коронавирусом, но еще раз, главное, чтобы вы были здоровы, тогда, наверное, и родственники будут довольны, и будет хорошо. В торжественной обстановке Сергей Дорофеев зачитал поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина и вручил памятные подарки. Поздравляя с юбилеем, именинницы выразили признание и уважение за многолетний добросовестный труд. Искренне пожелали Анне Михайловне крепкого здоровья, поддержки и внимания близких людей, благополучия и долголетия. Пусть в вашей жизни как можно больше будет светлых дней, живите долго, и сегодня вам 90, и пусть в вашей жизни будет еще много-много юбилей. Примите поздравления также от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, вот это поздравление от него персональное. И надо сказать и поздравить вас еще с тем, что вы обрели новый статус. Вы теперь не просто ветеран и пожилой человек, мы теперь еще и долгожитель. Нам очень приятно, что в городском округе Итарагорск так много становится долгожителей. Дай Бог вам здоровья. Ну и надо сказать обязательно, что у нас есть такая программа активное долголетие. Не только на диване сидеть, но и участвовать в наших мероприятиях. Так что приходите, всегда будем рады. Ее жизнь неразрывно связана с жизнью страны. Великая Отечественная война, тяжелые послевоенные годы, работать Татьяна Михайловна, начала с раннего возраста, переехав в Электрогорск. Работала на платочной мануфактуре. Заслужила звание ветеран труда. Сколько вам было лет, когда вы пошли работать? Я пошла работать очень молодая. А сколько вам было? Ну, как тебе сказать, уже 14 лет. Даже и не могу сказать. А Ангара здесь родилась? Да. Нет, они из Рязани приехали. Они приехали, жили здесь, а ходили работать туда. А мама ее, Дарья Михайловна, работала раньше в клубе нашим. Я работала в мамушке фабрики. Я не делала. Тоже, как бы, естественно, довольно человек был. А в чем секрет долголетия? Что кушаете? Что 90 лет и так хорошо выглядите. Сколько я петь получаю, я ее не знаю. Она не нужна. Счастливый человек, который не знаком. Есть, что вспомнить и чем гордиться. Каждому из нас нужно учиться у людей старшего поколения любви к родине, сплоченности, нравственности и верности долгу. Если в парке завершились все строительные работы, и он приветливо распахнул свои двери для жителей и гостей города, то на строительной площадке школы на 550 мест на улице Чкалова работы идут полным ходом. Меньше года осталось до того момента, когда директор новой школы перережет красную ленточку и даст первый школьный звонок. Узнать о том, как соблюдаются сроки строительства, вместе с главой города Сергеем Дорофеевым и заместителем генерального директора генподрядчика Николаем Поломарчук, отправилась и наша съемочная группа. Строительство новой школы идет по современному проекту по принципу компоновки блоков модулей. Начальная школа, основная школа и общешкольные помещения внеурочной деятельности. Просторный актовый зал, спортивный зал, необычная библиотека. В целях создания для учеников и учителей комфортной образовательной среды, досконально продуманное использование прилегающей территории. Именно к ее благоустройству активно приступили строители. Ну, как мы видим, сегодня основной процесс, который начался, это начался благоустройство вокруг школы. Мы прошли, посмотрели, катки утрамбовывают грунт, экскаваторы работают, его разбрасывают, трактора также развозят грунт. То есть, благоприятные погодные условия и полным ходом началась благоустройство территории. Ну, а отделка также продолжается. Мы уже сегодня посмотрели, готовые и залитые полы в классах, стенах. То есть, строительные процессы идут полным ходом. Количество людей на сегодняшний момент увеличено до 137. Завтра ожидается приезд еще 15 человек и на следующей неделе, наверное, еще человек 20. То есть, входим уже в завершающую финальную стадию отделки. На сегодняшний день строители приступили к обустройству отмостков здания. Ведутся работы по обустройству проездов спортивных площадок. Также внутренних отделочных работ, чистовые уже начали делать. Малярные работы, это шпаклевку помещений, стены, потолков. Также завершаем уже мокрые процессы по черновой отделке. Осталась буквально там часть первого этажа, остальные стяжки, штукатурка, все готово. По инженерным внутренним сетям уже начинаем вешать камеры наружного видеонаблюдения. Подготавливаем оборудование по слаботочным системам, установку в комнаты охраны. Все достаточно динамично идет. Будем все темпы только наращивать и выполнять работы в установленный срок. Ровно год назад на объекте работало 60 человек. Шли работы по устройству монолитной фундаментной плиты, выполнялось армирование перекрытия на второй блок секции, шло устройство вертикальных конструкций на третий и шестой блок секциях. Только началась подготовка к монтажу второго башенного крана. За год проделана большая работа, но сбавлять темпы нельзя. Ведь открытие новой школы ждут и дети, и учителя, и родители. Я мама второклассника. Надеемся, что в сентябре этого года, в третий класс, мы переступим порог этой новой школы. Как строители справляются с работой? Строители справляются максимально хорошо. В прошлый раз мы были здесь еще с Денисом Олеговичем в сентябре прошлого года. И темпы, конечно, взятые большие. И значительно продвинулись рабочие в строительстве. Поэтому я думаю, что, как нам обещают к концу августа, что школа будет доделана, и мы все сюда пойдем. В последнюю субботу апреля в Подмосковье прошел главный праздник чистоты – Общий областной субботник. Жители Электрогорска приняли самое активное участие в масштабной уборке. Несмотря на непогоду, неравнодушные жители города вышли на весеннюю уборку. Старт субботнику дал глава города Сергей Дорофеев. Спасибо вам, что вы все пришли. Несмотря на, скажем так, утреннюю хмурую погоду, я думаю, мы сейчас вместе. То есть мы сейчас практически все площадки, которые у нас были, мы объединили в одну, чтобы более комфортно сделать условия нашего труда. Поэтому прошу сейчас быстренько мы приступим, уберемся, и нас ждет после этого вкусная горячая каша и чай. Подвела погода, но не подвели активные жители, которые присоединились к благоустройству своего родного города. Сергей Евгеньевич, были мысли, что сегодня люди не придут на субботник с утра? Нет, не было вообще таких мыслей. Дождик был маленький, но мы закупили, подготовили дождевиков, 100 штук купили. Мы готовы были к тому, что если будет мелкий моросящий дождь, мы наденем всех дождевички, и как их сейчас и планировали, пройдемся по нашему любимому озеру Стахановское и соберем весь мусор. Так оно сейчас и есть. Погода, видите, переменчивая. Поэтому, если что, мы готовы одеть всех желающих. Центральной площадкой субботника стал городской бульвар, город, сказок, территории вокруг Стахановского озера и Рябиновая роща. Почему вы убираетесь здесь сегодня? Вообще, Рябиновая роща на протяжении пяти лет, ее благоустройством занимается организация многодетных семей «Родное гнездо». В этом году, так как нам помогает Союз Женщин России, мы продолжаем данную традицию. Мы будем принимать участие в конкурсе ежегодном по благоустройству клумб. Поэтому мы пять лет уже здесь работаем на постоянной основе. Только общими усилиями мы можем сделать наш город чистым. Субботник – это добрая традиция. Помочь коммунальным службам навести порядок в парках и скверах, в своих дворах, на улицах. Утром было желание идти на субботник? Ну, конечно, было. Почему? Потому что был хороший настрой. Мероприятие общее областное, мероприятие большое, поэтому погода никак не влияла на настроение. Было желание собраться и большим коллективом сделать хорошее, доброе, полезное дело. Что мы и делаем. И пусть из-за погоды жители только собирали мусор, работы хватило всем. Всего лишь за час было собрано порядка 250 мешков мусора и листвы. Как настроение и как желание убираться? Немного хочется спать. Сейчас вроде бы разогрелся, уже намного прикольнее. Желание есть убираться. Вот сейчас мы, скорее всего, пройдемся вдоль стаханки, потому что там мусора достаточно много и будет у нас почище. Несмотря на дождь и ветер, на субботник пришли коллективы детских садов и школ, члены общественных организаций, депутаты, сотрудники администрации, волонтеры. Те люди, которые душой болеют за свой город и хотят сделать его чуточку лучше. Почему приняли решение участвовать в субботнике? Чтобы город чистый был. Не хотелось выходить или все-таки был настрой? Был настрой. Хотелось очень убрать город, чтобы было чисто в нашем городе, уютно, красиво, чисто. Всех участников субботника обеспечили перчатками и мусорными мешками. Ну а после завершения уборки накормили горячей кашей и чаем. Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо ест. Вы сейчас приняли участие в субботнике, поработали, едите кашу. Какие ощущения? Классно. Ну даже не знаю, что сказать. С утра было очень грустно, а потом вроде ничего. Ну, получили удовольствие от субботника? Да, конечно. Единственное, что подгода подвела. А так, конечно, удовольствие получили. Навели порядок, чистоту. Ну, конечно, хочу сказать, что жители города хулиганят, очень много бычков, простите, крыжек от пива, битого стекла. Приходится убирать. Для многих жителей Электрогорска субботники стали нормой жизни. Как в старые добрые времена, когда всем миром люди в выходной день собирались вместе и наводили в городе чистоту. Как раньше проводили субботник? Замечательно. Мы выходили в предприятие. У меня ФНИНП. Работали на улице Крышиновского. Дома чистили. Все было. Очень был прям как праздник. Музыка играла. Ну, очень хорошо. Ну, а сейчас вот не пошла в связи с тем, что говорю. Ну, ладно, можешь меня просят. Я, наверное, отработала уже все свои субботники. Вот. Но около дома убралась. К сожалению, не все жители принимают участие в ежегодных субботниках. Считаю, что этим должны заниматься исключительно городские службы. Может, и поэтому некоторые граждане не ценят работу, проделанную другими людьми, не задумываясь, бросают мусор на землю и не берегут окружающий нас мир. Где люди отдыхают много мусора? Ну, сейчас пока уже почище. Было хуже. Надеемся, что на майские праздники там не насвинячат больше. Ситуация с коронавирусом в России усложняется. Поэтому сейчас необходимо ответственно отнестись ко всем мирам по борьбе с COVID-19. Сейчас темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах. Однако власти были готовы к такому развитию событий. В 20 субъектах обстановка стабильная. В некоторых рост заболеваемости пошел на спад. Но только там, где строго соблюдают ограничения. Сейчас самое время пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции. Прививка – это возможность позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжелых последствий болезни. Вопрос чрезвычайно важный для всех. Для всех слоев населения. В прошлом году мы все пережили ужас, когда столкнулись с новой инфекцией коронавируса. Поэтому я считаю, что вакцинация важна. Почему? Я, может быть, еще из того поколения, когда строго детям делали прививки. Именно общий иммунитет способен разбить вирус. Если есть возможность, если нет противопоказаний, то я, конечно же, рекомендую сделать прививку. Потому что это важно. Это дает раскрепощение. Это убирает боязнь общаться с другими людьми. Мои родственники уже сделали прививку от коронавируса. Тем более те, которые находятся в группе риска. Если вы общаетесь с людьми, то заботьтесь о них. Будьте с ними. Как в прошлом году многие общественники, волонтеры помогали людям. И они видели страх людей в глазах. А не видели последствия. Сейчас зависит только от вас. Следует повторять данную ситуацию или нет. Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 27 апреля. По данным метеорологов, на территории области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. В ближайшей ночью переменная облачность, небольшой дождь, температура плюс 2, плюс 4, атмосферное давление в пределах нормы. Во вторник прогнозируется облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега. Скорость ветра снизится до 5-10 метров в секунду. Днем температура воздуха составит плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер западный умеренный. На этом наши новости подошли к концу, а прямо сейчас в эфире программа «Духовные беседы». В студии была Анна Вязгина. Я прощаюсь с вами. Берегите себя. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова